Более половины из 46 тысяч повладарцев, призванные в годы Великой Отечественной войны, не вернулись домой, отдав свои жизни во имя Победы. 9 мая многие жители и гости областного центра отметили праздничный день у Обелиска Славы почти в память тех, кем по праву можно гордиться. Есть уверенность, что если бы не карантинное ограничение, то в Парке Победы 9 мая народу было бы еще больше. Тем не менее, у Вечного огня множество цветов, которые к подножию Обелиска Славы несли и старый млад. Среди них Амантай Байгазинов, пришедший со своим внуком. Я поздравляю всех повладарцев с Днем Победы, желаю всем здоровья, чтобы помнили победу наших дедов, дедам нашим. Спасибо за победу, матерям, отцам, которые там остались на той войне. Ну и нам не надо забывать, каждый год 9 мая мы должны помнить их, чтить их. У каждого пришедшего сюда есть своя причина. Например, у Альмиры Беисовой ее родственники внесли свой вклад в победу, совершая трудовые подвиги в тылу. Не могла не прийти в такой день, говорит она. Почти честь героев, которые пали за нас, за наше мирное небо над головой. Нужно помнить, что было с нами, ну, чтобы и дальше передавать поколению. Поздравляю вся страна славных ветеранов. А святущая весна дарит и тюльпаны дарит белый сирень. Это праздник, майский день. Участники Великой Отечественной войны проявили силу духа, стойкость при защите своей родины, своих родных и близких. Многие отдали свои жизни, чтобы приблизить День Победы. И мы должны гордиться тем, что являемся потомками победителей. Мурат Ибулмажит, Юрий Белевский и Артас Акпарат.